Влюбленная с раннего детства в кино и театр Джессика Честейн за годы успешной карьеры успела сыграть в различных проектах, от эпизодических ролей в телевизионных сериалах до выразительных и проникновенных художественных драм. Она зарекомендовала себя как актриса, способная создавать сложные и чертовски интересные кинообразы. Умница и труженица Джессика, известная миллионам зрителям по таким фильмам, как «Укрытие», «Марсианин», «Самый пьяный округ в мире», «Интерстеллар», «Багровый пик», «Большая игра» и многие другие хиты. И в каждом из фильмов у Джессики был интереснейший образ, сыгранный добросовестно и безоговорочно убедительно. Но, как оказалось, всего этого великолепия недостаточно для пытливых умов киноакадемии. Джессика дважды номинировалась на Оскар за роли в фильмах «Цель номер один» и «Прислуга», однако получить заветную статуэтку пока так и не удалось. Кира Найтли дважды номинировалась на Оскар за роли в фильмах «Гордость и предубеждение» и «Игра в имитацию». Но заветную статуэтку так и не получила. Многие из поклонников и киноэкспертов говорят о том, что Кира еще очень молода и обязательно получит своего Оскара. Но ведь молодость не повод для того, чтобы прокатывать актрису мимо Оскара, который, как считают многие, Кира уже должна была получить. Выбор есть и он довольно-таки велик. Это роли в таких фильмах, как «Прошлые ночи в Нью-Йорке», «Искупление», «Герцогиня», «Анна Каренина», «Телохранитель» и, конечно же, «Пираты Карибского моря» и «Незабвенный образ Киры» в роли Элизабет Сволн. Но строгие и не всегда справедливые академики пока так и не оценили игру Найтли по достоинству и своего Оскара Кира так и не получила. Обворожительная красотка Эми Адамс пять раз номинировалась на Оскар. Однако доблестные заседатели киноакадемии игнорировали Эми, каждый раз вручая Оскар другим актрисам. Некоторые журналисты иронично называют Эми «черной кошкой», которая перешла дорогу кому-то из представителей киноакадемии. Эми Адамс известна нам по таким выразительным и запоминающимся ролям в картинах «Мастер», «Большие глаза», «Афера по-американски», «Июнский жук», «Боец», «Сомнения», «Прибытие» и многие другие. Пока что всего этого разнообразного и по большей мере великолепного набора фильмов и ролей почему-то не хватает для того, чтобы убедить киноакадемию вручить Оскар актрисе Эми Адамс. Джейми Ли Кертис – королева остросюжетных слэшеров, на счету которой более 60 различных полнометражных фильмов, среди которых есть и семейные комедии, романтические мелодрамы и фантастические экшены. Обширный набор, который абсолютно не убедил киноакадемию. У Джейми нет ни одной номинации на премию Оскар. При этом у Кертис есть масса номинаций на другие престижнейшие кинопремии и даже два триумфа, а именно два золотых глобуса в номинации «Лучшая женская роль» за фильмы «Правдивая ложь» и «Только любовь». Поклонники Джейми до сих пор задаются риторическим вопросом, почему же академики столь сурово отнеслись к Джейми Ли Кертис и даже не удосужились хотя бы раз номинировать популярную и любимую миллионами зрителей актрису на Оскар. Символ целой эпохи женского очарования. Культовая фигура в мировой истории – обворожительная блондинка, чья жизнь и игра в кино до сих пор изобилует массой тайн и сенсаций. Мэрилин Монро не получила своего Оскара. Более того, одна из самых известных блондинок в истории ни разу не номинировалась на Оскар. В ту пору некоторые журналисты писали о целом заговоре против Монро в Академии. Другие же сдержанно указывали на то, что большинство фильмов Мэрилин тогда не соответствовали критериям киноакадемии. Мол, за комедийные мелодрамы не награждают. Весьма спорное утверждение, да и кроме того, в фильмографии Монро были известные драмы, а также фильмы нуар с интересными и непростыми драматическими ролями Монро в них. Тем не менее, академиков эти роли абсолютно не впечатлили. Мэрилин Монро так и не получила своего Оскара. Наоми Уотт с пяти лет грезила кино и мечтала стать актрисой. За годы карьеры она сумела пройти путь от робкой начинающей актрисы до звезды мирового масштаба. На ее счету более 60 полнометражных фильмов, различных по содержанию и жанрам. Трогательные мелодрамы, забавные комедии, проникновенные драмы. Она снималась у лучших режиссеров и работала с выдающимися сценаристами. Многие из ее кинообразов уже успели стать знаковыми и для многих зрителей любимыми. Но только не для строгих киноакадемиков. Они дважды номинировали Наоми на Оскар за роли в фильмах «21 грамм» и «Невозможное» и каждый раз отдавали предпочтение другим. Так, звезда таких всенародно любимых фильмов, как «Кинг-Конг», «Разрисованная вуаль», «Бёрдман», «Звонок» и «Малхолланд-драйв» до сих пор остается без заслуженной статуэтки. Знаменитый режиссер Милош Форман характеризовал Аннет Беннинг как актрису без слабых мест. У нее есть харизма, талант от бога, привлекательная внешность и способность своей игрой завораживать зрителя. И ведь и не поспоришь, Милош Форман чертовски прав. Вот только в Академии придерживались другого мнения. У Аннет в активе четыре номинации и ни одного Оскара по итогам церемонии награждения. Так, выдающаяся харизматичная актриса Аннет Беннинг, звезда замечательных фильмов «Красота по-американски», «Вальмон», «Марс атакует», «Бакси», «Театр», «Женщина» и «Ричард Третий» до сих пор не получила своего Оскара, который по недоразумению каким-то образом уже много раз ускользал из рук Аннет. Хелена Боннэм Картер – уникальная актриса с яркой выразительной внешностью и способностью в равной степени хорошо играть практически любые роли. У нее огромная и разнообразная по возрасту армия поклонников – от самых юных зрителей до пожилых ценителей кино. Она обворожительно, убедительно и во многом неподражаема. На ее актерском счету без малого 90 фильмов. Это роли в таких всемирно известных фильмах, как «Король говорит», «Бойцовский клуб», «Гарри Поттер», «Крупная рыба», «Планета обезьян», «Отверженные» и многие-многие другие кинохиты, в которых Хелена была невероятно хороша. Так считают многие зрители, но так не считают эксперты из киноакадемии. Дважды они номинировали Хелену Боннэм Картер на Оскар за фильмы «Крылья голубки» и «Король говорит», но ни разу так и не вручили актрисы давно уж как заслуженную статуэтку. Сигурни Вивер – знаменитая актриса, которая у миллионов зрителей ассоциируется с фантастическим эпиком на все времена «Чужие». Уже только за одну эту роль Эллен Рипли поклонники готовы установить Сигурни памятник. А сколько еще было поистине выдающихся ролей в замечательных фильмах, таких как «Охотники за привидениями», «Деловая женщина», «Аватар», «Имитатор», «Гориллы в тумане» и многие другие, которые аж никак не убедили доблестных заседателей киноакадемии в том, что Сигурни Вивер давно уже заслужила того, чтобы получить своего Оскара. Всего Вивер три раза номинировалась на Оскар, но, к сожалению, безуспешно. Сама Сигурни тактично говорит о том, что для нее самым важным являются симпатии зрителей, а различные кинопремии вторичны. Однако неприятный осадок от такого вот неоднозначного решения Академии, безусловно, остается. У Глен Клоус фильмографии более 80 разнообразных и невероятно интересных ролей. У нее есть два золотых глобуса, а также масса других престижных номинаций и наград. На Оскар ее номинировали шесть раз, но при этом академики умудрились ни разу не наградить Глен заветной статуэткой. Один из журналистов написал ироничную статью с заглавием «Глен Клоус и проклятие Оскара». Кому же перешла дорогу Глен и почему к ней столь несправедливые господа заседатели киноакадемии? Вопрос риторический. Вот так вот во многом необъяснимо и несправедливо звезда фильмов «Гамлет», «Мир по гарпу», «Опасные связи», таинственный Альберт Нобс до сих пор остается без давно уж как заслуженной статуэтки Оскар. Очаровательная Мишель Файфер долгие годы возглавляла различные рейтинги как одна из самых красивых и одновременно талантливых актрис. Красота и талант в одном флаконе. В ее активе такие престижные награды, как золотой глобус и награда от британской киноакадемии, ну а также безграничная любовь и почтение от миллионов зрителей по всему миру. Но только не от американских киноакадемиков, так как они ни разу не удосужились вручить Оскар Мишель. Всего у Файфер три номинации за фильмы «Опасные связи», «Знаменитые братья Бейкер» и «Поле любви». А сколько еще было достойных фильмов всех и не перечесть, чего только стоят роли в картинах «Я, Сэм», «Белый олеандр», «Лицо со шрамом», «Пьяный рассвет», «На самом дне океана» и многие другие. К сожалению, Мишель Файфер до сих пор остается в списке тех, кто так и не получил своего заслуженного Оскара.